Привет, друзья! Большое спасибо, что зашли на канал. И у меня есть очередное интервью с девушкой, у которой совершенно очаровательное имя. Это Ландыш. И Ландыш является как педагогом, так и мамой. Нашлось двое детей. И я сейчас уточню всю информацию. Думаю, что более интересно будет от нее узнать. Спасибо большое, что согласилась с нашим интервью. Ландыш, скажи, пожалуйста, какая у тебя ситуация в семье? Какого возраста? Кто из них занимается языками? И являются ли они негативными детьми или нет? У меня твой детей. Старшая моя дочь на 12 лет. Младший год и 7 месяцев. Со старшей дочери у меня не было таких людей, чтобы начинать изучать. Потому что в то время я думала о других принципах преподавания. И мне казалось, что и ребятам в классе не так поздно начать изучать. И уже начав работать с маленькими детьми в центре, я поняла, насколько я ошибалась. Что дети с маленького возраста впитывают довольно быстро язык. И со старшей дочерью мы немножко сейчас испытываем проблему при изучении языка. У нас очень тяжело. Поэтому с младшей дочерью я изначально решила, что, собрав информацию нужную, необходимую для себя, я решила, что это уйдет с самого начала. Правда, мы доходы еще подождали, и начали заниматься конкретно до детства. Немного сомневалась, собрав более подробные информации, пообщавшись уже с опытными мамочками, которые имеют результаты, мы начали свою работу. Ну как работу? Не работа, это жизнь, которую мы живем вместе с младшей дочерью. Я очень счастлива, что как бы старшей дочерь к нам тоже присоединился. Да, да, да. Потому что раньше было полное отрицание языка, мама не представляет, как она с языком и с изучением. А теперь она мне помогает. В данный момент, в мое отсутствие дома, она вместо меня читает ей книжки. Отлично, вообще шикарная идея. Все это воспитание, это как поколение. А как у Вас проходит это обучение? То есть есть ли какое-то разграничение языков дома и может быть расписание какое-то определенное или какие-то определенные зоны дома, в квартире или в доме Вы живете? А как Вы распределяете язык и расписание? Так, временько получается, что первая половина дня с моментом пробуждения, мы начинаем на английском языке, начинается Good morning, my day, I should wake up. It's time to wake up. И все дельные родители, все утренние, все, что мы делаем, до момента укладывания на дневной сон, мы делаем все это на английском языке. После обеда часа в два присоединяется с моей старшей дочкой, я продолжаю на английском языке, старшая дочь приходит на русском с ней разговаривать, а когда приходит к нам папочка домой, мы вечером проводим его на русском языке. Интересно. Есть ли какие-то результаты? Совсем юный ребенок, можно так сказать, еще двух нет, но какие результаты уже понимают, может что-то воспроизводят. Получается, что мы живем уже таким образом через 7 месяцев. Первые дни мы начинали использование программы Марины Люсеевой, у нее есть проводная программа на две недели, и уже через две недели я увидела результат, он начинается с животных, с частей тела и так далее. Через две недели она уже начинала снимать, она показывала мне картины, кто есть, кто в год. Потом мы присоединились через две недели к марафону Марины, в ней плейгрупп, с ней сотрудничество в три недели, очень понравилось, и большую информацию они нам дали, уже конкретно, что нам дальше делать. После этого мы стали использовать уже полдня конкретно жить. Именно так. Интересно. И сейчас у нас есть уже конкретных слов таких, по крайней мере, потому что на русском она еще не особо разговаривает, поэтому где-то 10 слов на русском, 10 на английском, в равноценном у нас идет. Это одни и те же слова, одни и те же понятия точнее? Нет, разные. Ну если вот папа, конечно, у нас это такое великое слово. Восемь месяцев она сказала папу на русском языке, а мама долго не говорила, только буквально недавно на русском языке. Я сказала мама. Видит? Нет, нет надобности использовать этот язык. Я всегда рядом. И после того, как мы приобрели книжку «Дяди», это неправда, она сказала «Дядь». И бежит уже с этой книжкой ко мне «Дядь, дядь, дядь». Надо прочитать именно эту книжку. Потом была книжечка «Любимая Белли Баттон» с Андре Бойтоне, она начала говорить как маленький бегемот, показывая свой пупочек, и показывая «Where is the mommy's blue cotton?», «Where is the mommy's blue cotton?» Все конструкции, которые я использовала – там Present Perfect, Future Simple, Buster. Нет, абсолютно. Она выполняет инструкции, то есть, пожалуйста, сходи, например, в другую комнату, принеси мне то-то, возьми это там, или, например, различные конструкции, давай сделаем это, а ты сделала ли это, и как бы, ну, как бы все понимание идет, ну, легко и просто. Хорошо. Потрясающе. И неважно, на каком языке, то есть, не разговариваю, легко мы переходим с английского на русский, не используем никаких ключевых знаков, когда, ну, некоторые используют, то есть, например, eyes, nose, mouth, you will speak English now, там, глазки, носи, кротик, мы сейчас будем разговаривать на русском. Ну, такие, которые используют, спокойно переходят. А все ли родственники или члены семьи были согласны на то, чтобы хвалить второй язык, или были какие-то трудности в сети? Ну, надо сказать и отметить то, что я живу не в таком большом городе, и, во-первых, испытывала очень большие сложности вообще в понимании людей, которые меня окружают, да, они меня просто не понимают, для чего я это делаю. То есть, в каком городе? Ну, не надо, говорили. То есть, я искала в себе соратников, чтобы поддерживать, но мы не нашла не понимание на соратников, а нашла их в онлайн-пространстве из различных городок России. Большое им спасибо. Особенно Дарья Погорелова, с которой мы очень хорошо сотрудничаем онлайн, друг друга, помогая мне только со своими, со мной в работе, с маленькими группами. А муж, вообще, ну, ура, он тоже с нами теперь учит. Он все детские песни знает, теперь нынует, хотя бы раз, да, он тоже потихоньку, ну, пусть с большим акцентом, русским, ну, ничего, он вполне отличный читает тоже книжки. Бабушки, дедушки, ты? Нет, они, конечно, поддерживают, потому что у нас в Татарстане второй язык, по идее, это татарский, официально, поэтому мы уже милинг. То есть, участка, в принципе, триллинг получилась? Да, уже триллинг получилась. То есть, конечно, мы не настолько сильно используем дома. Но, скорее всего, позже, что он, так сказать, татарский будет введен в жизни. У нас в школе он обязательный вариант, 6 раз в неделю, они сдают экзамен после 9-го класса, после 11-го класса. То есть, это в любом случае, я с таким расчетом, если даже я не могу не столько хорошо дать татарский язык на длине, если я могу дать английский, то потом ребенок будет легче усваивать в школе третью визу на длине. Хорошо. Нет в таком моменте, что кто-то путает языки? Или не понимает, когда что-то происходит, когда кто-то говорит? Ну, так как слов у нас практически как бы нет, но я говорю, у нас очень легко. То есть, я могу переключаться. Вот сейчас мы, например, играли-играли-играли, да, и они с сестрой там играли, и у нас обязательно дав-тайм идет в английском языке. Я говорю, ну, а, let's go to the dark. Ну, все, ну, так вам-то ничего. Нет такого, да. Ну, а что, что нужного? Хорошо. А есть ли какая-то интересная история, которая связана с языками? Ну, например, многие говорят, ну, здесь ребенку еще не говорить, да, но многие говорят, что говорят, мама говорит по-английски, и ребенок ходит в другую комнату, папе уже переводит по-русски, говорит, что там переводит, может быть, или как бы что-то показываешь. Было что-то интересное, что другие заметили, что, ой, уже ребенок там что-то ориентируется на язык, реагирует? Наверное, ну, пока у нас нет пока слов, мы участвуем сейчас в марафоне, будем ученивающих дарья, да, и до 27-го, а так как я учала сюда, мы 7 книг прочли за неделю, да, и все видео отчеты отправили, если они, правда, за счет у нас не получилось, ну ладно. Ну, факт, что когда сделала, сделав только первое видео, и предложив посмотреть своим коллегам, у которых тоже маленькие дети, которые тоже могут разговаривать с ними на английском, которые об этом даже не заболевались, они просто не понимали, как такое возможно, они тоже загорелись идей. Вот. И я надеюсь, у меня появятся фулловеры в моем городе. Я просто умею. Скажи, пожалуйста, какой бы ты хотела дать совет именно людям, как, может быть, те, кто знают английский язык, может быть, те, кто не знают, но еще сомневаются или даже не задумываются о том, вводить ли английский язык второй язык любовья в жизни своих детей с такого раннего божества? Смысл есть, нет смысла? Самое главное не сомневаться, идти вперед и быть уверенным в своих действиях. Вот все. Я считаю, никого не слушать вокруг. Ну да, вот все, что я спрашиваю у людей, я только подтверждаю свое мнение, что я иду правильным путем. Поэтому другим советую я тоже. Только вперед. Спасибо большое. Я надеюсь, что было очень интересно посмотреть, потому что мне было очень интересно пообщаться и познакомиться вообще с таким уникальным человеком. Я считаю, что это уникальное. Вот. И, пожалуйста, напишите комментарии, задавайте вопросы. И я думаю, что ты не будешь против. Да, если я оставлю какие-то контакты в комментариях. Точнее, в комментариях в... Как это называется? В описании видео, да. Ставьте лайк. Делитесь этим видео со своими друзьями. И до встречи на нашем канале. Бай-бай. Бай-бай. Бай.